Всем привет! Я Светлана. Я по профессии, по образованию и даже можно сказать по национальности педагог. Преподаю английский язык уже более 20 лет. Сейчас я в Англии с группой детей в языковом лагере. Детки приехали со мной из разных городов России совершенствовать свой английский язык. Ну, а где же его еще совершенствовать, как не в Англии? Ребята сейчас на занятиях, и поэтому я решила воспользоваться этой свободной минуткой для того, чтобы записать небольшой видеосеминар для всех, кому он может показаться полезным. Сама я тоже мама дважды. Правда, мои дети уже взрослые, но, будучи детьми, они у меня тоже много путешествовали по миру. До сих пор вспоминаю, насколько это волнительно отправляет своих детей самостоятельно в чужую страну. Именно поэтому я решила поделиться своим многолетним опытом в этом вопросе. И не только опытом мамы, но и опытом человека, который сопровождает уже многие годы группы детей и подростков в образовательных поездках в самые разные страны. Вот вам несколько ценных советов. Совет номер один. Никогда не откладывайте подобные поездки из года в год, объясняя это только тем, что ваши дети еще маленькие. Я, например, детей с собой беру с 9 лет. Дети очень быстро растут, а время летит. Вы просто не заметите, как ваши дети станут взрослыми, а этот золотой возраст, в котором они впитывают в себя все как губки, будет уже не вернуть. Совет номер два. Знакомые с родителями, которые сомневаются в полезности подобных образовательных поездок за границу, я с ними совершенно не согласна. Отбросьте все свои сомнения, связанные с полезностью образовательных поездок за границу. Я сама педагог и глазами профессионала вижу, как быстро у детей ломается языковой барьер, когда они попадают в англоговорение. Совет номер три. Сейчас многие обычные общеобразовательные школы сами собирают группы из своих же собственных учеников. Последнее время это стало очень популярным. Чаще всего модель по организации подобных поездок у них очень простая. Они заключают договор между своей школой и и, скажем, одним английским лагерем из года в год возят детей в одно и то же место, так как ограничены в своем выборе или скорее вообще его не имеют. Совет номер четыре. Как в принципе и в любом другом вопросе, при отправке своих детей на обучение за рубеж важно не переплатить, ну и не продешевить. Всегда можно купиться на низкую стоимость программы и потом об этом очень пожалеть. С другой стороны, существуют, на мой взгляд, неоправданно дорогие программы. Важно найти золотую середину. А еще обиднее, когда тебе дешевку продают, как эксклюзивный товар, пользуясь твоей некомпетентностью в вопросе. Совет номер пять. Отправляйте всегда своих детей в подобные поездки с правильным настроем. Дети должны понимать, что едут учиться, а не просто отдыхать. Поменять этот настрой уже во время поездки очень сложно. Он должен быть заложен до нее и заложен самими родителями. В языковых лагерях персонал самой школы особо заставлять ваших детей учиться не будет. Так же, как заставлять знакомиться и общаться на английском языке с детьми из других стран, вместо того, чтобы общаться на русском со своими сверстниками. Надеюсь, что мои советы и рекомендации для вас окажутся полезными. Если вдруг у вас еще остались вопросы, я с радостью постараюсь на них ответить. Кстати, в этом году осенью у меня запланирована поездка с группой на Мальту, а зимой в Швейцарию. Летом я чаще всего езжу в Англию. Однако, возможно, в следующем году также состоится поездка в Ирландию или Шотландию. С радостью возьму ваших деток вместе с собой. Найти вы меня можете легко через компанию Мариаде. Я постараюсь связаться с вами в самое ближайшее время. Всего доброго! До встречи! А мне уже пора идти к моим детям.